На календаре 3 января. 3 января 1891 года. Самарские меценаты устроили большой праздник для воспитанников Алексеевского детского приюта. День был как по заказу солнечный, морозный и после хоровода возле елки детвора побежала кататься с горок. Сегодня в мире отмечается необычный праздник. Эту дату считают днем рождения соломинки для коктейлей. Изобрел ее американец Марвин Стоун. Человек он был деятельный и сообразительный и подошел к этому вопросу со всей серьезностью. Марвин Стоун сделал трубочку из бумаги, вырезал длинную полоску, намотал ее спиралью на карандаш, предварительно намазав один из краев клеем, а затем снял полученную трубочку. А 3 января 1888 года ему были выданы патентные документы на бумажную соломку для питья коктейлей и прочих жидкостей. До 1906 года соломинки изготавливали вручную, а потом придумали специальный автомат. 3 января 1901 года на свет появился советский актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР Александр Иванович Демич. В 50-70-е годы минувшего столетия он работал в Куйбышевском драматическом театре. 3 января 1929 года родился выдающийся органист-исполнитель, народный артист России Гарри Яковлевич Гродберг. Он принимал непосредственное участие в открытии самарского органа, который сделали по его проекту. А всего Гарри Гродберг построил около 70 органов. Сам же властелин органной державы говорит о своем любимом музыкальном инструменте так. Орган – гениальное изобретение человека, инструмент, доведенный до совершенства. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Сергей Александрович Безруков, заместитель председателя правительства Самарской области, министр промышленности и технологий Самарской области. Также в третий день января на свет появились легендарный советский шахтер, основоположник целого движения Алексей Стаханов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон, советский поэт Николай Рубцов, английский писатель, жанр фэнтези, автор популярных книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джон Толкиен, итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер Сержа Леоне, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1» Михаил Шумахер, популярные российские актеры театра и кино Александр Половцев, Владимир Стеклов и Александр Лазарев. Эстафету поздравлений подхватывают сегодняшние именинники Леонтии, Михаилы, Никиты, Петры, Сергея и Ульяны. По народному календарю 3 января прокопьев день. На Руси крестьяне называли его полукормом, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. В этот день полагалось проверять хлева и авины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также ворошить зерно и гонять мышей. Это называлось «кормить сусеки» и торкать зерном. В прокопье в день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут, тем больше счастья привалит. После зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это полагалось делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем, и ни с кем не делясь. Считалось, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Для прокопьего дня существуют и приметы на погоду. Если на утренней зорьке, солнце красно, быть метели. В целом же погода в этот день указывает на погоду сентября. Удачи вам во всех начинаниях и всего самого хорошего!